Добрый вечер на канале Пермь на РБК новости. В ближайшие 10 минут самая актуальная деловая информация. В студии работает Станислав Шубин. В начале выпуска коротко о главном. Банк России ожидает возобновление кредитования в рублях реального сектора. Экономисты прогнозируют снижение ставки Центробанка в апреле. И что происходит с ценами на аренду жилья? Налоги – это основа нашей с вами комфортной жизни. Чем больше поступлений в бюджет, тем лучше. Однако тем, кто платит налоги, так зачастую не кажется. Как найти золотую середину, чтобы и плательщик был доволен, и казна не бедствовала? Налоговая политика оказалась в центре внимания на этой неделе в Прикамье. Этому вопросу была посвящена встреча губернатора края с бизнес-активом региона. Своё заседание провела рабочая группа законодательного собрания, а торгово-промышленная палата отметилась форумом «Налоговое давление на бизнес. Средства стабилизации», в котором приняло участие порядка двухсот компаний и организаций. Похоже, вопрос действительно назрел. С одной стороны, прибыль у предпринимателей падает, а налоговая нагрузка может возрасти. Основная идея – бизнес должен понимать экономические основания повышения этого налогового времени. И отсюда мы получим добросовестных предпринимателей, которые добросовестно несут это налоговое время. По мнению предпринимателей, собравшихся на форуме, налоговая нагрузка на бизнес достаточно высока. При этом часть вины лежит на несовершенстве законодательств, как налогового, так и гражданского. В то же время, согласно всероссийским рейтингам, Пермский край по налоговым условиям далеко не самый худший в стране. Накануне было объявлено о сохранении действующей в регионе льготной ставки налога на прибыль. Кроме того, Краевому Минпромторгу и Минэкономразвитию рекомендовано сформулировать предложение по организации в регионе налоговых каникул по налогу на имущество и на землю для новых предприятий сроком до 10 лет. У предпринимателей эти шаги вызвали положительные отзывы. Огромный, наконец-то, плюс, что мы начали двигаться по поводу снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. То есть это патент, это упрощенная система налогообложения, это серьезно очень сегодня проговорили, но вы слышали уже о налоговых каникулах. Взвешенная налоговая политика должна не только помочь удержать экономику на плаву, но и сохранить социальную стабильность как в стране, так и в регионе. Андрей Вылежнев, Владислав Рожедов, Пермь НРБК. Если где-то убыло, то в другом месте обязательно прибудет. Этот закон давно известен. Капуста подорожала, картошка тоже. А вот цены на аренду жилья снизились, по крайней мере, в Москве. Снижается и стоимость аренды жилья. В Москве, например, предложение на рынке аренды на сегодняшний день превышает спрос в три раза. У нас точно так же. В три-четыре раза даже скажу, что сейчас предложение превышает спрос. Потому что на начало года цены по аренде снижаются. То есть мы снижаем цены примерно на 10-20% от стоимости квартир. То есть если квартиры эконом-класса, это идет снижение на 10%, потому что они недорогие. Соответственно, квартиры бизнес-класса и элитные квартиры снижение идет от 10% до 20%. Ну вот обусловлено все в экономической ситуации. То есть если у населения, у потребителя не будет возможности платить деньги, то, соответственно, арендодателю тоже невыгодно, чтобы у него недвижимость проставила. Ну и он будет вынужден идти навстречу потребителю и арендные ставки, я думаю, могут процентов на 20-30 сократиться еще. Впрочем, в прогнозах мнения экспертов расходятся. В чем они солидарны, так это в том, что при нынешних ценах сейчас неплохое время для того, чтобы улучшить свои жилищные условия. Эконом сегодня 10-15 тысяч за однушку. Двухкомнатные квартиры от 13 до 20 тысяч рублей. Стоимость аренды квартиры бизнес-класса стартует от отметки в 25 тысяч. Эксперты подчеркивают, арендодатель в таких условиях все охотнее идет навстречу клиенту. Последние, в свою очередь, уже отваживаются диктовать свои условия собственнику. Достаточно большое количество квартир, которые стоят не один месяц уже, позиционируются на рынке и не могут найти своего клиента. Конечно, в конечном счете выигрывает арендодатель, который лояльно к людям относится, к арендаторам. В случае экономической какой-то ситуации он снижает арендную ставку, идет навстречу клиенту. У такого арендодателя арендатор, как правило, сидит, задерживается, не ищет другие помещения. А арендатор, который принципиально не снижает арендную ставку, у таких арендаторов, как правило, арендодатели, как правило, арендаторы могут найти помещение более выгодное, съехать, и такой арендатор может в целом еще больше потерять. Снимать или не снимать, каждый, конечно, решает сам. Многие убеждены, деньги на ветер, уж лучше ипотека, каков бы ни был процент. Банк России ожидает возобновления кредитования в рублях реального сектора в феврале-марте 2015 года. По данным регулятора, в декабре прошлого года впервые сократилось в абсолютном выражении количество выданных необеспеченных потребительских суд. И этот процесс еще не восстановился. В декабре граждане совершали покупки и не брали новые кредиты. В меньшей степени пользовались лимитами по кредитным картам. Это в определенной степени оказало давление на банковские вклады. Кроме того, резкое повышение ключевой процентной ставки в середине декабря фактически поставило крест на потребительском кредитовании. Банки были вынуждены оперативно корректировать свою процентную политику и даже приостанавливать выдачу займов. Понижение ключевой ставки в январе до 15% по мнению регулятора поможет снизить риски чрезмерного охлаждения экономики и восстановить кредит. По расчетам регулятора, докапитализация 27 российских банков через облигации федерального займа позволит им увеличить кредитование в текущем году на 800 миллиардов рублей. Напомним, что по итогам 2014 года в региональных банках кредитование упало в среднем на 13%. Корпоративный портфель уменьшился почти на 20%, а розничный – на 6%. Понижение ставки – вопрос времени. Опрошенные Блумберг-экономисты прогнозируют снижение ставки Центробанка в апреле. Это произойдет с 70% вероятностью, уверены опрошенные эксперты. При этом некоторые из них считают, что ставку могут понизить уже в этом месяце. Принятое 15 декабря прошлого года Банком России решение о резком повышении ключевой ставки привело к стабилизации инфляционных и девальвационных ожиданий в той мере, в какой рассчитывал Банк России. 30 января Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на два пункта – с 17 до 15% годовых. Решение было принято в связи с изменениями баланса рисков, ускорения роста потребительских цен и охлаждения экономики, как говорилось в сообщении Центробанка. Снизить ставку было решено в тот же день, когда в Центробанке прошло первое заседание Совета директоров после назначения Дмитрия Атулина первым зампредом. Блумберг опросил 30 экономистов, 70% из которых прогнозируют снижение процентной ставки в апреле. При этом четверо из экспертов считают, что ключевая ставка может быть снижена уже в этом месяце на внеочередном заседании. Аналитик Дмитрий Полевой прокомментировал, что ставка в 15% не актуальна, так как экономика и банки не могут функционировать на таких условиях. В Барнауле предложили создать купюру номиналом 2000 рублей с изображением Владивостока. Авторы инициативы считают, что это поможет обратить внимание на российскую валюту в позитивном ключе. На одной стороне купюры дизайнеры предлагают изобразить мост через бухту Золотой Рук, построенный в 2012 году к саммиту АТЭС. Расстральную колонну с парусником Манжурь, на котором в 1860 году в бухте Золотой Рук высадились основатели Владивостока, а также центральный элемент герба города – французский щит с изображением тигра, переподнимающегося по склону. На другой стороне предлагается изобразить владивостокский фуникулер. Инициаторы обращают внимание, что в банкнотах Банка России ранее не употреблялись номиналы с двойками. Напомним, в 2014 году с предложением ввести в оборот 200-рублевую купюру с изображением Крыма предлагали виноделы. В июле того же года сообщалось, что Центробанк все-таки планирует выпустить новую купюру в честь присоединения региона к России. Предложение ввести в оборот новую купюру барнаульские дизайнеры разместили в интернете и в соцсетях и начали сбор подписей в ее поддержку. В этом году спрос на одежду на фоне снижения покупательской способности из-за обесценивания рубля может упасть на 35%. С таким прогнозом выступили российские ритейлеры, причем снижение спроса можно будет наблюдать уже весной и летом. Продажи в сегменте одежды и обуви сократились в январе по сравнению с прошлым годом. Упал импорт товаров из-за границы. Так, в начале года импорт обуви из стран дальнего зарубежья сократился почти наполовину по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Воз трикотажной одежды упал на 41%, текстильной одежды на 36%. Связано это с тем, что многие продавцы заказывали товар из-за рубежа еще в минувший год впрок по более низким ценам. Таким образом, у целого ряда игроков есть запасы вплоть до лета. Между тем, девелоперы пермских торговых центров накануне сообщили о том, что они фиксируют снижение покупательских потоков по отдельным торговым центрам. В январе этого года оно составило 5-7%. Падение выручки арендаторов торговых площадей оценивается в 30-50%. Это была вся информация на сегодня. В студии работал Станислав Шубин. Оставайтесь на РБК. Всего вам доброго и удачных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова